Здравствуйте! В эфире программа «Городские новости» в студии Анна Кутепова. В конце прошлого года по распоряжению исполняющего обязанности главы городминистрации Александра Левченко в Харциске была создана энергетическая комиссия по контролю за расходованием и оплатой потребления энергоносителей. Чем именно будет заниматься эта комиссия и кто в нее входит, мы попросили рассказать первого заместителя мэра Виталия Симоненко. Городская администрация Харциска запустила новый проект по работе с должниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Теперь специально созданная комиссия, которая в основном составлена из руководителей предприятий ЖКХ, будет рассматривать списки злостных неплательщиков и согласовывать графики отключения должников от благ цивилизации. В состав комиссии входит 10 человек, то есть это специалисты различных направлений. Здесь и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергий Городич Мхиян, директор коммунального предприятия службы единого заказчика Ольга Николаевна Чичелюк. И Ирина Александровна Василевская, начальник Харциского управления по газоснабжению и газификации. Ну и так далее. Заседание энергетической комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По словам Виталия Симоненко, комиссия по необходимости намерена приглашать на свои заседания и самих неплательщиков, чтобы проводить с ними разъяснительные беседы, узнавать о причинах возникновения на их лицевых счетах задолженности и находить пути ее погашения. Теперь все свои заявки предприятия дают на комиссию, комиссия рассматривает, принимает решение и только лишь тогда можно отключать или не отключать. Например, сегодня после согласования с энергетической комиссией отключение злостных неплательщиков от сети водоснабжения проводили сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса». Мы приехали по адресу Металлург-7 отключать должников, жителей многоквартирного жилого фонда, которые либо заключили договор с структуризацией, но не оплачивают по этому договору, либо не обращались в Харциское ПОКХ вообще с 2014 года, и у которых сумма приличная задолженность. Мы предупреждали людей предварительно, естественно, уведомления, претензии вручали. На энергетической комиссии в исполкоме согласовано их отключение. В список злостных неплательщиков сегодня попали 10 абонентов, задолженность которых преодолела отметку в 3000 рублей. Как утверждает Константин Хмель, запустить пилотный проект по отключению жильцов многоквартирного жилого фонда удалось благодаря фирме-подрядчику, которая специальным устройством перекрывает доступ должника к системе канализации. 70, даже больше, 70% должников – это жители как раз многоквартирного жилого фонда, а не частный сектор. Потому что частный сектор мы отключали сами. Возможности отключить жителей многоквартирного жилого фонда у нас не было. Вышли, нашли людей, которые этим занимаются и теперь приступили. Надеемся, что процент платежей поднимется. В Харцизском водоканале практику отключения злостных неплательщиков, проживающих в многоквартирных домах, намерены сделать систематической. Как только должник расплатится с коммунальщиками, услуга будет возобновлена в течение нескольких дней. Причем за демонтаж заглушки и системы канализации хозяевам жилья придется заплатить еще 4 тысячи рублей. Пару недель назад в одном из многоквартирных домов в центре Харцизска едва не случился серьезный пожар. На месте бывшей мусорокамеры, помещение которой один из жильцов многоэтажки самовольно переоборудовал под кладовую, произошло возгорание хранившихся там, как позже выяснилось, строительных материалов. Этот эпизод подтолкнул службу единого заказчика приступить к внеплановым проверкам таких мест общего пользования. Случай с задымлением мусорокамеры произошел в подъезде жилого дома по улице Краснознаменская, 63. Казалось бы, помещение должно быть заперто, и использовать его в качестве личного чулана жильцы не имеют законных оснований. Однако же в действительности, утверждает директор службы единого заказчика Ольга Чичелюк, эти самые места общего пользования, так называемые колясочные площадки, мусорокамеры и мусоропроводы, многие горожане давно уже превратили в удобные для себя кладовые комнаты, не заморачиваясь при этом соблюдения мер противопожарной безопасности. Нерадивые квартиросъемщики курили на восьмом этаже и бросали уже в заваренный недействующий мусоропровод бычки. Соответственно, кто-то из жильцов эту мусорокамеру, которая не является действующей, сделали себе подкладовочку, там хранили старые снятые с балконов и оконных блоков деревянные конструкции, которые начали дымиться. И произошло задымление по мусоропроводу на всех девяти этажах. На балансе службы единого заказчика значатся 343 многоэтажки. В общей сложности, подсчитали в СЭС, нужно будет проверить состояние около тысячи самовольно оборудованных горожанами кладовок. Но прежде коммунальщикам предстоит выяснить, кем из жильцов они заняты. Просим всех жителей, у кого есть эти кладовочки, прийти к нам, хотя бы для того, чтобы установить их принадлежность, посмотреть в каком они состоянии. На данном этапе не стоит вопрос их забирать или разбирать, но чтобы там был порядок, для нас очень важно. Вы сами понимаете, что там хранится, мы не знаем. Возможно, это какие-то горючие материалы, те же матрасы, я не знаю, какие-то, может быть, бензин даже кто-то ставит. Да, мы начинаем переживать, мы должны знать и владеть информацией, у кого что в этой кладовочке, просто провести инструктаж и знать, за кем она закреплена. Предоставить информацию в СЭС о том, в чьей зоне ответственности сегодня находятся такие кладовые, директор коммунального предприятия просит также председателей жилищных кооперативов и ОСМД Харциско. Во всех шести МРЭО ГАИ МВД ДНР продолжается обязательная регистрация транспортных средств. Как сообщает пресс-служба управления госавтоинспекцией, с мая 2015 года по январь 2018 в Донецке, Макеевке, Горловке, Янакеве, Шахтерске и Старобешево были зарегистрированы 206 тысяч автомобилей. Автовладельцы Харциско, Зугреса и Лавайско проходят регистрацию в Макеевском МРЭО. Но в конце года, когда сроки получения номерных знаков образца ДНР стали поджимать, а очереди в Макеевке изо дня в день только увеличивались, многие решились на поездку в МРЭО Янакиево, Шахтерска и Донецка. В январе ажиотаж вокруг регистрации авто заметно спал. Соответственно, и длина очередей по сравнению с декабрьскими сократилась более чем в два раза. С начала 2018 года количество операций по обязательной регистрации транспортных средств значительно снизилось. Так, в январе отделом МРЭО было проведено 10 тысяч регистрационных операций, в то время как в ноябре минувшего года 20 тысяч, а в декабре 23 тысячи. В управлении ГАИ МВД ДНР сообщили, что сегодня все шесть МРЭО обеспечены бланками свидетельств о регистрации транспортных средств и номерными знаками. Во избежание очередей и ажиотажа в подразделениях МРЭО, ГОСАТО-инспекция рекомендует не откладывать регистрацию транспортного средства на последний момент. В настоящее время посетителей МРЭО по вопросам регистрации транспорта немного, и граждане могут без каких-либо промедлений зарегистрировать транспортные средства, получить свидетельство о регистрации и номерные знаки государственного образца. Сегодня у МРЭО проводят обязательную регистрацию авто как четного, так и нечетного года выпуска. Украинские регистрационные документы и номерные знаки не изымаются, за исключением случаев перерегистрации машины с одного владельца на другого. Сегодня в Харцизском детском социальном центре временно проживают 23 ребенка. Чтобы дети в стенах учреждения, где они вынуждены жить, чувствовали себя комфортно, руководство центра решило выполнить косметический ремонт в нескольких комнатах. Совсем скоро девчонки из второй группы въедут в обновленную комнату отдыха. Еще летом в детском социальном центре задумали и приступили к реализации целого плана по обновлению внутренней отделки здания. Более уютно стало в игровой комнате в спальнях мальчиков и девочек. Закончен косметический ремонт в столовой и в холле учреждения, где теперь светлее и комфортнее. Следующим объектом в плане была игровая комната для девочек. Здесь ремонт начался несколько недель назад. На данный момент мы продолжаем ремонт, как вы сами видите, в игровой детской комнате для девочек, где они играют и проводят свой досуг. Что мы делаем здесь? Мы здесь переклеили все обои, которые были уже вытертые, которые уже не соответствовали санитарным нормам. Покрасили мы стену, поштукатурили сначала, потом покрасили и сделали комбинацию. Остались, как говорится, финальные штрихи. Прибить плинтус, развесить гардины, расставить мебель и тщательно убрать помещение после ремонта. Приобрести материалы для выполнения отделочных работ приюту помогли частные предприниматели. Нам помогают спонсоры. Спасибо большое спонсорам, которые нам и линолеум предоставили, и краску предоставили, и обои. Помог приюту и городской центр занятости, направив сюда работников по программе временного трудоустройства. Завершить ремонт в детском социальном центре планируют уже в предстоящий понедельник. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВСФЕРА. 1 февраля исполнится 64 года, как на своем маленьком плоту, сквозь буря, дождь и грезы, плывет Юрий Лоза. Наибольшую активность жизнь на плоту проявляла в годы перестройки, когда в его песнях с немалой долей юмора представлялись сценки из реальной жизни. Тут и девочка в баре, и папа пригнавший Жигули, вечера над деревней Клюевкой и празднование Нового года с тазиком пельменей и неизменным апельсином. В последние годы плот крутится в тихой заводе студии Юрия Лозы, откуда плотоводец отпускает редкие замечания в адрес музыкальных кумиров и изредка поет. Песню «Зима», например. А за белыми снегами, где-то на краю земном, девочка весна с длинными ногами спит себе спокойным сном. И правильно, 1 февраля еще рано говорить о весне. Днем переменная облачность, температура воздуха минус 1 градус, влажность 75%, ветер западный 5-7 метров в секунду. Ночью переменная облачность, температура воздуха минус 5, влажность 90%, юго-восточный ветер 5-7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова